Книга «Открытым оком». Тема «Рождение». Том 21. Вопрос 3441. В чем главное различие взгляда на спасение грешника, как оно трактуется в православии и протестантизме? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Чаще и как можно чаще исповедовайся и причащайся. И как можно чаще, чаще, чаще причащайся. А причастие не бывает без литургии. А литургия не бывает без священника. Значит, все наше спасение в руках священнослужителей. А тут на подмогу храм, алтарь, мощи, иконы, колокола и одежды, и свечи, и бесконечность ветхозаветных обрядов в новозаветной окраске и оболочке. Библия же учит, что человек в раю не повредился, не кариес на зубах появился, а он умер. Умер совершенно, окончательно и бесповоротно, навсегда, навечно. Книга Бытия 2.17. А от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И для спасения, для воскрешения падшего человека, с неба сошел Сын Божий Иисус Христос, и взял на Себя грех людей, и умер за грех на Голговском кресте. Книга пророка Исаии 53.6. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Христос занял место грешника. Послание к Галатам 3.13.14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «Проклят всяк, висящий на дереве», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Конец цитаты. Даже самые лучшие представители православия, даже при знании всей апологетики и экзегетики в православии, защитники православия путаются и легко скоромятся в диспутах на эту тему с протестантами, которые абсолютно правильно понимают вопрос искупления падшего Адама и каждого человека в Адаме. Защитники православного разумения спасения все пытаются лечить мертвецов, причащать мертвецов, канонизировать мертвецов. Вот пример. Протестантам о православии Диакон Андрей Кураев, страница 87. И подумаем, можно ли эти евангельские притчи прокомментировать такими, например, словами адвентистского богослова. В нравственном отношении люди греховны. Когда Бог вменяет им их беззаконие, Он должен смотреть на них, как на грешников, как на врагов, как на объекты Его божественного гнева. Ибо существует нравственная и религиозная необходимость, чтобы Божья святость проявляла Себя во гневе против греха. Конец цитаты. В отличие от западного христианства, склонного описывать драму грехопадения и искупления в терминах юридических, восточное христианство осмысляет отношения человека и Бога в терминах органических. Для православия грех не столько вина, сколько болезнь. Бог не наказывает грешника, как судья наказывает преступника. Здесь скорее отношение врача и больного. Если я пришел к донтисту с запущенным кариесом, он, конечно, меня отчитает за то, что я навредил себе, не заботился о здоровье. Но при этом вряд ли он скажет, что за мой грех он теперь вырвет мне два зуба. Я сам причинил себе вред, и сам был причиной той боли, что причиняет мне прикосновение врача. Так и с болезнями моей души. Здесь нет раздельности. Вот мой былой грех сам по себе, вот я. Заметим, что увлекшийся автор предписывает Богу, как тому следует себя вести. Бог должен. И непонятно, откуда взялась та необходимость, которая подчиняет себе Бога, диктуя Ему правила поведения. Евангелие от Луки 7.19 Иоанн, призвав двух из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Евангелие от Луки 15.24 «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Послание к Ефесянам 2.1 «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Ефесянам 2.5.8.9 «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Конец цитаты. На странице 90.91 Кураев утверждает, «Он принял на себя последствия наших грехов, ту ауру смерти, которой люди окружили себя, изолировавшись от Бога. Христос заполонил собою». Не переставая быть Богом, Он стал человеком. Люди далеко ушли от Бога, невольно пододвинулись к небытию, и туда, к той же границе небытия, свободно подошел Христос. Не приемля греха, не приемля последствия греха. Как пожарный, бросающийся в огонь, не соучаствует в вине поджигателя, но соучаствует в боли тех, кто остался в охваченном огнем здании. Не всех людей Христос нашел на земле. Многие уже ушли в Шиол, смерть. И тогда пастырь идет вслед за потерявшимися овцами в Шиол, чтобы и там, в бытии и после смерти, человек мог находить Бога. Христос проливает кровь не для того, чтобы умилостивить Отца и дать Ему юридическое право амнистировать людей. Через пролитие крови Он, Его любовь, ищущая людей, получает возможность для входа в мир смерти. Не как «деус-экс» машина, врывается Христос в ад, но Он входит туда, в столицу Своего врага, естественным путем, через Свою собственную смерть. Христос мучительно умирает на кресте не потому, что Он приносит жертву Отцу или Дьяволу. Он раскинул руки Свои на кресте, чтобы обнять всю Вселенную. Святитель Кирилл Иерусалимский, Огласительные беседы, 13-28. Жертва Христа – это дар Его любви к нам, людям. Он дарует нам Себя, Свою жизнь, полноту Своей вечности. Мы не смогли принести должный дар Богу. Бог выходит навстречу и дарит нам Себя. Не Свою смерть, выкуп, принес Собою Христос, а Свою жизнь. Он взял на Себя наши немощи и наши болезни, чтобы растворить их в бесконечности Своей божественной любви. Отсюда разительнейшая разница между православием и протестантизмом. По мысли протестантских богословов, Иисус пришел на землю, чтобы умереть. Мы же считаем, что Христос пришел, чтобы воскреснуть. Бог спасает воскресением Иисуса Христа. 1 Петра 3.21 Не смертью Христа мы спасены, а тем, что смерть оказалась в Нем бессильна. Христос не жертва, не пассивный объект страдания. Он и на кресте литургисает, священодействует. Он активным усилием Своей воли вторгается в область смерти и разрывает ее, возвращается к жизни, ломает адские ворота. Тление изгоняется натиском жизни, преподобный Иоанн Дамаскин. Икона «Сошествие во ад» являет нам сокрушение врат и победу, а не муки экзистенциалиста. Над головой Христа развиваются его одежды, которые еще не успели опуститься следом за ним. Столь стремительно было его вторжение в мир подземелья. В мир подземья. Крест есть жертвоприношение, не только жертва. Жертва есть не столько пожертвование, сколько посвящение. На Голгофе священнодействует воплощенное слово. Протеерей Г. Ларовский. Теперь снова сравните с тем, что Дух Божий уже открыл людям, с чем так упорно не соглашается земной профессор. Послание к евреям 2.14. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Послание к римлянам 5.10. 2 Тимофея 1.10. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Стихотворение. Богат ли я в сравнении с собою, вчерашним, послезавтрашним, в конце, так рассуждаю, будто бы нас двое, один миллиардер и сзади мой прицеп. Что загрузил не к зависти соседа, чем обеспечено потомство не в погибель, и есть ли цель, с утра к потере еду, себя в конце, чтоб смертно не обидеть. В глазах людей я, может, голодьба, им неприятны все мои заплаты. Не захотят со мной мой суп хлебать, да тошноты им видеть мои лапки. А я смотрю на их машины зверства, и про себя смеюсь я над собой, богатство там, к чему склонилось сердце, за что готов вступить в неравный бой. В обыденном, в житейском мой багаж вполне достаточен не сгинуть с голодухи, и в нищете пожизненный мой стаж не с голоду моим мозолем пухнуть, без зависти друзьями окружен, любовью братьев и сестер загружен. Не Соломон, но столько рядом жен, тесняться за столом, я им сготовил ужин. Миллиардер и олигарх беднее, не в сотни, в тысячи большущих крат, когда духовное сравнение применим, здесь за столом сам Иисус мне брат. Могу ли жаловаться, будучи богат, молитвой благодарности и воздух здесь напичкан, жемчужины такие, чтоб собрать, знакомился с пророками, с апостолами лично, богат ли я с Матфеем, 25, готов ли ревизировать достаток, на ужин каждый день успеть бы мне собрать, всех тех, кто не успел в машну нахапать. 30 апреля 2007 год. Игнатий Лапкин.